Всем привет! Сегодня будет распаковка такого вот сканера профессиональной линейки X-Tool для ключей. По этому сканеру я на самом деле сначала не хотел записывать видео, потому что оно может запутать многих. Вот в таком виде этот сканер продается сейчас. X100 Pad 3. Вот в таком чемодане. Но вот в таком виде он продается на российском рынке, наверное, последний месяц. То есть это последняя партия в таком виде. С нового года китайцы будут поставлять на российский рынок только X100 Pad Elite. И упаковка у него будет такая в серых цветах, в коричневом, как у приборов X-Tool H6. То есть в остальном это останется все то же самое. Изменится только упаковка и название его. То есть комплектация останется та же, планшет останется тот же, функционал останется тот же. Как уверяют нас китайцы, но я не могу сказать, что это будет 100% так, но по крайней мере они, эти приборы уже нам отгружают, отказываются. И говорят, что отгружают только X100 Pad Elite. И говорят, что вот эти приборы с нового года не будут получать актуальные обновления по маркам, адаптированным на российский рынок. Я вот сейчас вставлю цитату китайцев в письме, чтобы вы не думали, что это я придумываю. Почему я так говорю? Потому что я не уверен, что это так будет. То есть они могут поменять свое решение и окажется, что я там балаболом. Китайцы нам говорят, что вот эти приборы в таком формате продаются только в последнее время. То есть на сегодняшний момент они полноценно работают и с ВАЗ, и с Рено Логан, и прочими этими марками. Но якобы с нового года все поменяется. Поэтому я не хотел его снимать. Думаю уже снять X100 Pad Elite, но решил в принципе объяснить, что это все то же самое. Просто изменится немножко упаковка и название. Так, смотрите, он поставляется вот в таком чемоданчике. Так, если сравнивать этот чемоданчик с приборами H6 серии, то он конечно так, подешевле качеством, попроще. Вот мы его открываем. И сразу заметно, что прибор в более низком с новым сегменте. То есть, если там у нас такой двухсекционный чемоданчик, сверху можно было хранить переходники снизу, то здесь идет вот конверт стандартный в принципе. И планшет лежит вот с такой поролоновой прокладки. Планшет в принципе ничем не хуже, чем XTool H6 Elite. Чуть-чуть он отличается, но все в принципе то же самое. То есть, он не дешевый, нет такого ощущения, что он там какая-то поделка, игрушка китайская. То есть, он такой основательный, нигде никаких люфтов, скрипов, ничего нет. Так, мы сейчас планшет включим. Пока включается, рассмотрим остальной комплект. Здесь вот смотрите, такая поролоновая штучка. И второй этаж. Здесь нужно особое внимание уделить тому, что у нас адаптер KC100 входит в базовую комплектацию. То есть, если мы будем говорить о приборе, который будет после нового года, это XTool Pad Elite, то там также этот адаптер будет в базовом комплекте. Это на самом деле огромный плюс, потому как стоимость этого адаптера также совсем не низкая. Также здесь у нас есть и пром-панельки, и пром-адаптер. Это тоже такой большой, огромный плюс. Также, что у нас здесь зарядное устройство для планшета. Оно, наверное, ровно такое же, как и у модели А6. Также здесь основной кабель для подключения к планшету. Вот разъем для кабеля. Все разъемы подключаются кабелем. Варианта с Bluetooth этого сканера не существует. Здесь у нас стандартный OBD2 разъем 16-пиновый. А также несколько переходников. Kia. Kia Hyundai. Потом Honda 3-пин. И Mazda 17-пин. Как вы видите, комплект, конечно, значительно беднее в плане переходников. У А6-х переходников значительно больше. Но здесь есть КЦ-100. Поэтому тут уже каждый сам решает. Также здесь кабель для подключения к планшету к компьютеру. Если вам нужно будет, например, закинуть какие-то дампы, либо файлы скинуть с планшета на компьютер. И проводок для подключения самого КЦ-100 к планшету. Теперь, что касается планшета. Планшет также имеет русский язык. Также он для использования требует активацию. Без активации он работать не будет. Пробуем. Так, вот. Само меню, структура, дизайн ровно такой же, как у приборов X-Tool H6. Здесь немножко отличается в том, что структура меню по-другому. Здесь на первом экране система иммобилайзера. Потом адометр. Вкладки. А потом уже общая диагностика. И здесь рынки. У H6 приборов немножко по-другому это организовано. Но в целом все то же самое. В принципе, на сегодня, наверное, все. Я еще запишу одно видео со сравнением этих трех приборов. То есть X-Tool, X-100 Pad. Потом X-Tool H6 Elite и H6 Pro. И просто так посмотрим, чем они отличаются. В принципе, в плане функционала, в плане программирования ключей, адометров, производитель заверяет, что все абсолютно то же самое. И разницы никакой нет. Поэтому следующее видео посмотрим отличия. У них хоккей есть. А на этом всем пока.